Последнее, что есть в уроке, это такой небольшой разделчик, называемый экзегетика. Экзегетика фактически в этом разделе описывается синтексис, связанный с теми или иными формами. То есть большая часть урока посвящена морфологии. Как образуются формы, как выглядит форма именительного падежа, винительного падежа, именительного множества, винительного множества. То есть весь урок был в основном про формы. И мы уже несколько раз произнесли именительный падеж подлежащего, падеж имени, винительный падеж, падеж дополнения. Но, тем не менее, не всегда все так просто. И тем не менее, нужно обсудить и синтаксические роли, то есть как все укладывается и связывается вместе в предложении. И то, что Маунс назвал экзегетикой, фактически это синтаксис греческого текста в роли, синтаксической роли слов в предложении. В учебнике Маунса, это, волосы, прошу прощения, это описано более подробно. Но до второго года еще ждать и ждать. А переводить нам нужно сейчас, с текстом работать нужно уже сейчас. Поэтому какие-то базовые сведения о ролях тех или иных форм в греческом языке в таких разделах, как экзекретика, будут сообщаться. Про винительный падеж пока ничего не написано. Про винительный падеж... Давайте посмотрим, что там написано. Первое. Это то, что винительный падеж... Это падеж прямого дополнения. Эгапе санхватеус тонн кусман. Возлюбил бог мир. Возлюбил бог что? Мир. Действие глагола возлюбить направлено на мир. Дополнение глагола возлюбить мир тонн кусман. Стоит в винительном переживании. Это самый-самый типичный способ употребления винительного падежа. Почти все в самом винительном падеже будут прямыми дополнениями. Но есть две особенности. Есть два других способа. Ну, может быть, их чуть больше, но два других способа употребления винительного падежа немного неожиданные для нас и, кстати, не соответствующие тому, что мы привыкли видеть в русском языке. Первый способ – так называемый двойной винительный падеж. Кстати, об этой категории студенты все время забывают. Ну, то есть, как прочитали про двойной винительный падеж, ну, что-то, может быть, осознали, прошло пару недель, там, или месяц, и встречаются в тексте двойной винительный падеж, а мысль о том, что есть такая категория, уже растворилась. Поэтому я сейчас это проговорю. Запомните, что есть такой способ употребления винительного падежа, как двойной винительный падеж. Их много можно узнать. Это часто встречающиеся явления. Конечно, гораздо реже, чем прямое дополнение, но все-таки часто встречающиеся явления. Итак, как выглядит двойной винительный падеж? При одном глаголе стоят два слова в винительном падеже. В каком-то смысле можно сказать, при одном глаголе стоят два дополнения, два объекта, на которые направлено действие глагола. Не в смысле перечисления, а действие по-разному связано с этими объектами. Посмотрите пример. По экиенос, хумас, дидакцией панта. Он вас, первое слово в винительном падеже, это местоимение, их форму винительного падежа мы рассмотрим отдельно. Он вас научит панта всему. От слова третьего склонения, опять-таки мы его форму отдельно посмотрим. Ну, сейчас просто поверьте, что их хумас и панта стоят оба в винительном падеже. Наук он, подлежащая, научит. А теперь научение связано с двумя вещами. С людьми, которых учат, и с предметом, который учат. Научит вас всему. В русском языке два винительных падежа при глаголе стоять не могут. В греческом могут. Но логика дополнения все еще сохраняется. И в греческом такое возможно два винительных падежа при одном глаголе. На русский мы вынуждены переводить так, что одно слово мы оставляем в винительном падеже, а второе слово мы ставим в какой-то другой падеже. Он научит, кого вас, винительный падеже, всему дательный падеже. Вот это вот изменение падежа второго слова типичное действие при переводе таких конструкций. Иногда не просто изменяют падежу, а для благозвучия еще какие-то служебные слова вставляют. Следующий пример. Апистолен тонхион ауто хиласмон. Он послал сына тонхион. Это слово сына в винительном падеже. Ну, по артикле вы хорошо видите, но и окончание винительного падежа. Он послал сына своего ауто хиласмон. Хиласмон умилостивление в винительном падеже. Он послал сына своего умилостивление. Плохо звучит. И поэтому сына мы оставляем в винительном падеже, ничего с ним не делаем, а умилостивление должно как-то трансформировать, чтобы соответствовать норме русского языка, чтобы не было двух винительных падежей. Он послал сына своего как умилостивление. Ну, просто падеж поменять. Послал сына своего умилостивление. Можно, но плохо звучит. Он послал сына своего как умилостивление. Вот эта трансформация, на какой падеж поменять или какое служебное слово вставить, она очень сильно зависит от контекста. Она не всегда однотипная. Чаще всего второе слово ставится в творительный падеж, но это не универсальное правило. Просто помните, два винительных падежа возможно. Как правило, два винительных падежа бывают в конструкциях, когда при глаголе есть одушевленное и неодушевленное дополнение, научит вас всему. Либо вторая ситуация, когда при глаголе есть такая конструкция, что вот эти два слова в винительном падеже, они одно являются утверждением на другую глобу. Смотрите, он послал сына как умилостивление. Сын является умилостивлением. Вот такая вот скрытая фраза. Сын является умилостивлением. Вот при наличии подобной фразы появляется двойной винительный падеж. Кстати, просто пара замечаний по этому поводу. Раз уж мы заговорили про эту конструкцию, я несколько раз произнес, что одно слово оставляется в винительном падеже, а у другого падеж меняется. Это непроизвольный выбор. На самом деле, какое слово оставить в винительном падеже, а у какого падеж поменять, то есть какое-какую роль играет, определяется вот чем. Если есть в винительном падеже, оставляется местоимение, если оно есть, имя собственное, если нет местоимения, но есть имя собственное, или слово с артиклем. Если есть слово с артиклем, да, но нет местоимения, имя собственное. Местоимение, имя собственное и слово с артиклем Это то, что остаётся прямым дополнением. Это то, что ставится в винительном падеже. А остальное мы трансформируем в какой-то другой падеж. Давайте просто пару примеров разных конструкций с двойным винительным падежом. С местоимением Матфея 2243. Это Иисус задаёт вопрос. То есть говорит им. «Пос он, дуит, ан пневматикалэй аутон, курион». Ну, там говоря и так далее. «Ун» – это, кстати, постпозиционный союз. Итак. «Пос как давит эн пневмати». Помните, мы предлог «эн» обсуждали? Либо «в», либо «творительным падежом» переводится. «В духе» или «духом» называет, королей, аутон, курион. Называет аутон и курион. Аутон – он в винительном падеже, курион – куриус, Господь в винительном падеже. Называет его местоимение мы оставляем в винительном падеже. А второе слово «творительный» – «его, Господом». То есть не надо переводить. Называет его Господа. Называет его, винительный падеж, Господом творительный падеж. Следующий пример, чтобы с другой конструкцией была. Иоанна 5.18. Тут речь идет о том, что иудеи обвиняют Иисуса, и суббота там у них хранит и так далее. И конец предложения. «Алла кай патера идион, элегентон теон, и сунхеутон, пойон то теон». Ну и теперь «патера» – это слово «отец в винительном падеже», «идеон свой», «элегент», говорил, называл, «тон-теон», слово «бог» в винительном падеже, ну и конец предложения «равным себя делая Бог». Ну как? Называл, иберпатера и тон-теон. Тон-теон в винительном падеже мы оставляем, потому что слово «сартиклем». А патера меняем на творительный. «Отцом своим называл Бога». «Эй, не отца своего называл Бога», то есть мы не переводим им слово в винительном падеже, а раз их два, то мы меняем отцом, творительный, своим называл Бога. Ну и третий пример, чтобы было с именем собственным, римлянам 10.9. Очень интересный текст. Ходи, ям хомологесей энто, стоматису, кюрион иису, кайпистеусес, энто, карди, су, ходи, ходи, ос, алтон, эгрэм, эк, некрон, сотеса. Потому что если исповедуешь, стоматология, уста, устами, видите, конструкцию спидлогомана я перевожу творительным падежом, устами, двоими, куриную иису, два слова в винительном падеже, и, ну, после мы их пропустим, и уверуешь энто, карди, сердцем твоим, что Бог его воскресил из мертвых, будешь спасен. Так вот, исповедуешь устами твоими, курин иису. Можно перевести «Господа Иисуса», ну, да, можно перевести, но тут два слова в винительном падеже. Одно из них имя собственное – Иисус. Поэтому мы Иисус оставляем в винительном падеже, а кюрион переводим в творительном. Исповедуешь устами твоими «Господа Иисуса» и веруешь, и так далее. Ну, конечно, можно перевести «Исповедуешь устами твоими Господа Иисуса», ну, и более-менее понятно будет. Но все-таки суть исповедания – исповедовать Иисуса Господом. Иисус Господь. Вот оно, вот оно, суть исповедания. Иисуса нужно признать Господом. Кстати, если вы по контексту посмотрите, то там в контексте Ветхий Завет цитируются, цитируются тексты, которые связаны с призванием имени Господнего в Ветхом Завете Яхвы, да, вот. И поэтому, когда говорится вот в данном контексте о том, что Иисуса нужно исповедовать Господом, да, это вот, тем самым Яхвы Ветхого Завета Его нужно исповедовать. Ну, вот это так, слово, однако вот сама по себе конструкция исповедовать Иисуса Господа. И одно маленькое попутное замечание по поводу порядка слов. Курен Иисун. Слово Курен стоит на первом месте, слово Иисун на втором месте. Можно, конечно, было бы поставить по-другому Иисуса Господа, Иисун Курен. Перевелось бы точно так же, но зачем из слова Господь поставлено на первое место? Дело в том, что в греческом есть два способа повысить определенность слова. Первый способ – добавить к слову артикль. А второй способ – перенести его ближе к началу предложения. Если бы мы добавили к слову Курен артикль, а мы же говорим не просто о Господе вообще, речь в данном тексте идет о том самом Господе, о готовом говорит весь Ветхий Завет, вот, можно добавить артикль, но тогда некая неопределенность. Курен с артиклем Иису, имя, собственно, что здесь переводить в винительном, творительном, ну, или так, что главное, что второстепенное в этом предложении, все путается. Поэтому Курен вынесен вперед, и ему добавлено за счет этого определенность, а Иису, ну, как имя собственное, становится вот таким дополнением к глаголу. И почему я про это говорю? Если вы посмотрите в самом начале главы, мы так пропустили это, но теперь вернемся к прикосновению к экзогетике, то в прикосновении к экзогетике обсуждается другая конструкция, с именительным падежом, но родственное тому, что мы говорим о двойном ввинительном падеже. Там двойной именительной фактически. Как это о сэн холлогас? Вот эта фраза из первого стиха, первого иона, обсуждается, и Бог был словом. Да, это такой-то пословный перевод, а реальный перевод и слово было Богом. А сейчас поговорим почему. Так же, как в случае двойного ввинительного падежа, в случае двойного именительного падежа, ну или в предложениях с составным именом сказуемым, подлежащим является местоимение, если оно есть, а имя собственное, если оно есть, слово с артиклем, если оно есть. Кай, тэроз, эн, холлогас. Здесь есть слово с артиклем, холлогас. Значит, оно подлежащее предложение. А тэроз, эн, сказуемое этого предложение. Поэтому слово было Богом. Это нормальный перевод. Слово подлежащее Богом. Сказуемо слово было Богом. Почему такой странный порядок слов? Тэроз, эн, холлогас. Почему не написать холлогас эн, тэроз? По той причине, что тогда тэроз, без артикляда, станет обозначить какого-то Бога. И слово было божественно, как некоторые предлагают переводить. Слово был Богом с маленькой буквы. А некоторые предлагают переводить каким-то там божеством, чем-то значимым и так далее. Такой был бы смысл. Можно добавить в слово Бог артикль. Сказать не просто каким-то там Богом. Тем самым Богом, Всевышним Богом. Но тогда что получится? Холлогас эн, холлогас. Или холлогас эн, холлогас. Где здесь подлежащее, несказуемое? Два слова с артиклям. Так как нет разницы между этими словами, то и то, и другое, до какой-то степени верно, но мы же понимаем, что мы верим в Троицу. Да, слово является Богом. Сын Божий является Богом. Но и Отец является Богом. И Дух Святой является Богом. Поэтому здесь нет такого отождествления. Слово Бог, но Бог – это не только слово. И поэтому Иоанн выдвигает слово Торос на первое место в предложении. За счет порядка слов показывает, что речь идет об особом Боге, о том самом Боге, о Всевышнем Боге. А за счет этого ствертикля показывает, что Торос – это неподлежащее, подсказуемое. Вы можете еще раз прочитать «Прикосновения к экзогетике» в начале этой главы. Даниил Лолос, автор учебника второго года, это написал как раз. И, кстати, в учебнике Лолоса более подробное обсуждение этого текста вы встретите. Но посмотрите, да, как интересно это прикосновение у нас к экзогетике. Это забегание немного вперед, но все значимо. Наличие артиклей, порядок слов – незначимо. Но пока нам, по крайней мере, вот что стоит усвоить. При одном глаголе могут быть два слова в именительном падеже. Но при глаголе связки могут быть два слова в именительном падеже. Но это мы чуть позже, в следующих уроках еще подробнее посмотрим. Знать о таких конструкциях, знать, что местоимение имя собственное и слово с артиклем – это вот в случае двойного в именительном падежа дополнение, переводимое в именительном падежом. Остальное переводится в творительном падеже или переводится с добавлением какого-то служебного слова. Ну и третий элемент в разделе экзогетика. Иногда прилагательное в в именительном падеже, обычно в среднем роде, переводится как на речи, соответствующие просмыслы. Это нечасто случается, но прилагательное иногда существительное может переводиться так же слово в именительном падеже. Но слово «дориан», «даром», слово «протон», «прежде сперва», и третье слово «то логикон». Наконец, вот эти три слова очень часто переводятся как на речи. В именительном падеже, они никак не связаны с остальным предложением, вот так вот напрямую, как подчиненные какому-то глаголу. «Дориан», «протон», «то логикон». Вот это вот три таких часто встречающихся слова «остальное». Для остальных конструкциях, для остальных слов, на речное употребление в именительном падеже очень редко. Так что нечасто вы все это увидите, но просто знайте. Главное, в именительный падеж, это поддержка и могут в дополнение. Иногда есть два в именительных падежа, и одно переводим в именительном, другое чаще силотворительным, но, возможно, варианты. Ну, и помните об этом, и с переводом слова «предложение с именительным падежом» вы справитесь. Чтобы вам попрактиковаться в работе с падежами, у вас есть упражнение в рабочей тетради, шестой урок. И в шестом уроке, что вы видите? Как и во всех последующих уроках, здесь есть так называемый раздел «анализ», табличка, где дано несколько слов, и для них нужно определить падеж, число, год, лексическую форму и значение. Эту табличку вам нужно заполнять, но ее не надо, нужно присылать преподавателю. Это для вашей собственной тренировки, для вашего собственного умения развивать навыки распознавания форм. Потом есть раздел «разминка», где есть несколько простых фраз или предложений, чтобы просто как потренироваться, войти в тему. И потом, собственно, задание по переводу. В заданиях по переводу 20 предложений. Первая часть в учебнике представлена как обязательная, вторая представлена как дополнительное задание. В рамках нашего курса все задания обязательны. То есть каждый раз вы должны переводить все 20 предложений. Перевод нужно делать на сайте курса, там есть соответствующий разделчик. По домашнему заданию вы в него входите, там все предложения. Из этой тетради со всеми пояснениями там же прямо печатаете перевод, чтобы это напрямую отправилось к преподавателю и чтобы преподаватель мог смотреть, какие у вас возникают проблемы, давать какие-то советы, ну и в конце концов вас оценивать. Поэтому обязательно на сайте курса все это делайте. Но также вот есть и рабочая тетрадь, можете как-то для себя пользоваться этим. В чем важность того, что в рабочей тетради? Есть очень значимые сноски к тем или иным упражнениям, в которых поясняются некие тонкости греческого языка, и чему-то вы научитесь просто по учебнику, а чему-то вы научитесь, сталкиваясь с реальными примерами греческих текстов, из этих сносок что-то поясняющих по поводу того, как работает греческий текст. Поэтому работайте, переводите, читайте сноски, будьте в этом отношении аккуратны, это полезно. Но главный перевод вы сделаете сами, а разминку и в этом занятии, и во всех последующих буду переводить для вас я. Ну, просто чтобы обсуждение разминки было неким поводом еще произнести некоторые важные элементы. Ну, и прежде чем мы будем переводить разминку, здесь и в рабочей тетради это есть, и в конце пятой, не шестой главы, а пятой главы учебника Маунс, это есть некоторое обсуждение того, как работают греческие глаголы. Дело в том, что греческие глаголы, как и русские глаголы, меняются по лицам и числам. То есть, например, глагол «легу» – «говорю», «легейс» – «говоришь», «легей» – «говорит» и так далее. О-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э Ты говоришь, он говорит Видите, окончание я Показывает лицо и число В принципе, говорю, говоришь, говорит Достаточно, чтобы понять, какое лицо и число То есть о каком рода подлежащем идет речь Тем не менее, в русском языке в норме местоимения все-таки добавляем И в норме мы говорим, я говорю, ты говоришь, он говорит А в греческом в норме Местоимения, когда и так понятно из глагола лицо и число, не ставятся Вот это отличие русского от греческого В русском в норме ставятся, в греческом в норме не ставятся Если в русском языке я не поставил местоимения Ну, может быть, я что-то этим хотел сказать, мне просто лень Если грек не поставил местоимения при глаголе Он сделал то, что делает всегда Если грек поставил местоимение при глаголе Например, сказал не просто лего, а эгологу Я говорю То вот на это я падает особый акцент То есть я говорю, простое русское я говорю будет просто лего А я говорю, именно я говорю, да? Ну, именно не надо слово добавлять переводить, но с таким интернационным акцентом Я говорю, да? Это будет эгологу То есть когда в греческом тексте вдруг возникают местоимения Они возникают не потому, что они там нужны А потому, что автор хотел усилить что-то Без местоимений понятно И так, где без местоимений понятно, там греки не пишут местоимения Если они ставят, то для этого есть причина Усиление, противопоставление, подчеркивание какое-то Поэтому обычно греческий глагол лего надо пивать я говорю Потому что в норме в русском-то есть местоимение Ну, а грекологу я говорю Интонизационно выделяйте Ну, либо как толковать или задавайтесь вопросом А зачем автор местомения поставить? Вот эту вот особенность Подразумеваемую глагол местомения нужно знать И, кстати, в прошедшем времени в русском языке Я говорил, ты говорил, он говорил Видите, глагол не меняется по лицам А в греческом, независимо от времени, глаголы меняются по лицам То есть и в настоящем, и в прошедшем будущем Окончания разных лицах всегда будут разные Поэтому это для любого времени в греческом языке справедливо В вашем упражнении, так как мы глаголы еще не изучаем Для всех глаголов в тексте Ну, если будет переводиться их перевод С возможными местомениями Ну, опять же, приходит Он приходит, она приходит, оно приходит В любом случае Глагол не меняется по родам В данном случае русский и греческий И вот если вы в разминке первое предложение посмотрите Эхотай, он, она или оно приходит Он, она или оно выясняется по контексту Но сам глагол эхотай обозначает Он, она или оно приходит Теперь, если мы переводим все в предложение Хохора, эхотай Хохора, подлежащая час А эхотай приходит То есть час приходит Так мы переводим Не надо переводить Если уже есть подлежащие То не надо еще мистер явления вставлять Как иногда некоторые студенты делать Не надо переводить Час, он приходит Не, 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 так не надо Если есть подлежащие, но есть подлежащие Все достаточно Хохора, эхотай, час приходит Все Это нормальный, хороший хирург Второе предложение Ага Чтобы не было такого отождествления Разрушающего учения троицу Пришлось в слово тву с артиклей убрать И определенность выразить Переместив слово вперед Ну так вот, когда нет Каких грамматических плечей Слово будет часто с артиклей Они же любят Бога Же я ставлю на последнее место И смотрите Я перевожу предложение Белья подлежащие Местоимения Не из глагола Они же любят Бога Третье ССН Аутос Алус ССН Он, оно, оно Спас, 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 спасло В прошедшем времени В русском языке глаголы меняются По родам, в греческом нет Поэтому ССН Он, спас И она, спас И она, спасло По контексту выбираем Следующее слово Аутос Именительный падеж Слово в именительном падеже Это подлежащие Поэтому Спас Он Подлежащие Аутос Других Будьте внимательны Винительный падеж Множественное число Следите и за падежами И за числами В данном случае Множественное число Он, спас, других Следующая дельта Блэпан Ну Иисун Кайтус Апостолус Я вижу Ныне И Иисуса Иисус в именительном падеже И апостолу Тус Апостолус Винительный падеж Множественного числа Я берем Из глагола Подлежащие Потому что Другого Предложения Нет Ныне Я вижу Ныне Иисуса И апостола И все Хе агапе Макатумэй Макатумэй Долготерпелив Долготерпелив Иван Долготерпелив И здесь Подлежащие Уминительным падеже Хе агапе Любовь Долготерпелива Затем Эгу Геноско Хоти то Эргон Детэ лэсэ тай Я знаю Глагол Геноско Обозначает Я знаю А эгу Еще добавлено Дожначно Я И просто Есть некий акцент Я Знаю Что Хоти Дело То Эргон Закончено То Эргон Хоть И Начинает Предаточное Предложение То Эргон Подлежащие Этого Предложения Тетэ лэсэ тай Сказуем Я знаю Первое Предложение Главное Хоть И что И Предаточное Предложение Дело Закончено И Последнее Эпоэйс Холл Логол С Тон Космо Эпоэйсэ Создал Прогоз Слово В именительном падеже Поэтому это Подлежащее И поэтому Мы согласуем Создало Слово Мир Тон Космо Что Вимительный падеж Дополнение Мир Создало Слово Мир Итак Час приходит Они же Любят Бога Спас Он Других Я вижу Ныне Иисуса И апостолов Любовь Долготерпелива Я Знаю Что Дело Закончено Создало Слово Мир Вот так Вот Можно было Перевести Эти предложения Я сейчас За вас Перевел Это Моё Было Дело Теперь Начинается Ваше Дело Пожалуйста Делайте Домашнее Задание Пожалуйста Не откладывайте Этот долгий Ящик Не тормозите На горке По которой Вы сбегаете Чтоб Не скатиться Но Понамерно Движи Двигайтесь Вперед И Вас Ожидает Знание Греческого Языка Спасибо За Внимание